секс и тревожное расстройство сегодня расскажу такую тему секс при тревожном расстройстве почему его нету вот и чувство возникает чувство как это было у меня что как будто у тебя он напал то бишь это мысли плюс чувство скорее всего это будет чувство и она возникает спонтанно у меня так было и ты этого пугаясь пугаясь и эти ощущения как будто все у тебя больше никогда твой друг скажем так не будет иметь эрекции вот но я на тот момент уже понимал есть в психологии такой термин не верь всем своим чувствам и не верь ко всем своим мыслям поэтому страх у меня уже был немножко я называю это страшок да я на это чувство отреагировал но я уже понимал что это мозг меня снова дурит вот обманывает кто-то из вас я думаю может многие будете пытаться там даже искусственным способом поднять своего друга чтобы снова появилась эрекция но я думаю ваши эти действия они будут тщетны то есть у вас ничего не получится сейчас попробую разобрать этот момент и еще я думаю что у женщин у девушек что-то похожее будет происходить тоже связано с их либидо либидо ощущение может такое что я фригидная стала почему там не хочу секса вот что-то похожее я думаю будут и у женщин но вернемся к нам к мужчинам коррекции коррекции то есть что такое эрекция эрекция это значит размножение любовные утехи размножения но дело в том что в нашем мозгу ему не до этого он находится все время в стрессовой ситуации у него все время опасность а значит при опасности речь ни о каком размножении и любовных утехах не идет и наш половой орган как таковой нашему мозгу не нужен потому что его ты не применишь в его трактовку в его трактовке это либо мы деремся либо все время спасаемся своим вот этим органам ты там много не намашешь и он там не нужен поэтому эрекция для него не нужно он об этом не думает и весь кровоток он пускает по кругу тем органам которые сейчас необходимо активировать подпитать кислородом чтобы потому что нам предстоит сейчас некие физические действия то есть драка или убегать то есть вот такие моменты вот и поэтому поэтому если у вас будут происходить они у вас будут происходить такие моменты ощущения что у меня нету эрекции я стал импотентом то не пугайтесь этого это нормально человека в тревоге ему не до этого вы даже можете обратить внимание как мужчины такие женщины разберем на примере вот таком например вам завтра предстоит некая сложная ситуация на работе например там у вас вызывают к начальнику вы знаете что завтра там нужно идти будут к начальнику и и он нас там будет снашать но в плане снашать не сексуальном плане вот этого процесса а мысленном смысленном плане то есть будет нас ругать снашать скажем так вот и у вас вечером уж там либо жена как бы намекает вам ласками на половой акт но вы гоняете в мозгу эту ситуацию и мозг ваш сфокусирован на той ситуации которая предстоит завтра а завтра эта ситуация она для вас нерадушная и соответственно какие бы ласки у вас не происходили у вас эрекции не произойдет либо там у женщин до выделения такого момента как смазочной секреции вот этой и так далее этого не произойдет потому что ваш мозг не настроен сейчас на вот эти утешные любовные игры а у него в проекции стоит картинка завтрашнего дня а там будет вот как бы трактовка этой опасности вот этого нехорошего момента который завтра предстоит и поэтому он не сосредоточена чтобы дать команду нашим половым органам как у человека возникает у мужчины эрекции это один из моментов наполнения по моему кровью то есть усиливается поток крови в наш половой орган и тогда у нас возникает эрекция вот и мозгу не до этого и поэтому он не дает эту команду и эрекции у нас не происходит вот вот что сегодня я вам хотел рассказать по поводу секс и тревога почему у вас не получается и почему у вас как бы даже нету желания даже если что-то вы пробуете большая доля вероятности и возможности что у вас это не получится вот поэтому вы этого не пугайтесь вы этого не бойтесь никаким вы импотентом не стали и никакой вы фрегидной не стали а это все делает тревога тревога это момент опасности потому что в нашем мозгу мы 24 на 7 находимся все время в стрессовой ситуации мы находимся он находится все время в опасности а когда мы в опасности мозг в опасности то ему не до любовных утех и любовных вот этих игр, и поэтому вот я вам дал объяснение, почему у вас трудности с половыми органами и с половым вот этим влечением, то бишь сексом, почему происходят такие вещи. Все, как только вы будете уже справляться с тревожным расстройством, все оно обратно вернется, мозг снова, мы его будем озадачивать, и он будет работать, как и прежде, делать нам то, что делал раньше, до того, как мы попали вот в это тревожное расстройство. Все, спасибо, что меня смотрите, спасибо за внимание, тренируйтесь, и все у вас получится. Все, до новых роликов, и надеемся, что все-таки скоро организуемся и будем проводить прямые эфиры, прямые эфиры. Все, до свидания, до встречи.